Самый доступный и простой способ заниматься спортом в любое время без абонементов в тренажерный зал и крупных стадионов – воркаут. Все упражнения этого направления выполняются на уличных конструкциях, таких как турник, брусья, горизонтальные вертикальные лестницы, вкопанные колеса, лавки или без них, используя вес своего тела. Какие условия для занятия воркаутом созданы в нашем районе? Смотрите в репортаже Тины Капачевской и Игоря Ванчугова. Воркаут нельзя назвать видом спорта. Официально он пока таким не признан ни в одной из стран мира, хотя чемпионаты по воркауту устраиваются даже на международном уровне. Учитывая его массовость и рост количества поклонников, не исключено, что это в скором времени может измениться. Для занятий воркаутом не требуется много места, как, к примеру, для футбольного поля. Всё, что нужно – турники, брусья, а можно и вовсе обойтись без них. То есть, такие площадки можно встретить по многим улицам города, в каждом дворе. Этот факт совпадает с важнейшей задачей, которая ставится перед районами нашего края – развивать массовый и разносторонний спорт в шаговой доступности. В начале лета по улице Краснодарской перед Славянским электротехнологическим техникумом установили площадку для занятий воркаутом. Теперь славянским поклонникам уличного фитнеса есть где ковать спортивные победы. Это стало возможным благодаря партнёрству администрации города и бизнес-сообщества. Это позволяет нашим ребятам заниматься не только на уроках физической культуры, силовыми упражнениями, но и в свободное время. Данная площадка очень активно востребована студентами, которые проживают у нас в общежитии. А Славянский электротехнологический техникум всегда славился своими спортивными достижениями. Я уверен, что это позволит нам и дальше продолжать готовить наших ребят и к службе в армии, и вести просто здоровый, активный образ жизни. Сейчас это очень популярно и модно среди молодёжи. Среди студентов сета, проживающих в общежитии, есть те, кто активно занимается воркаутом. Этих ребят новая площадка особо радует. Один из них – Пётр Михайличенко. Занимается воркаутом около года. Я вот возле общежития живу, тут два шага до неё, очень удобно. Раньше я когда занимался, ходил в Северный, где-то полчаса мне ходить туда и обратно было. А сейчас удобно, занимаюсь. Эта площадка предусмотрена не только для любителей воркаута, но и для тех, кто ведёт здоровый образ жизни, любит заниматься спортом. Мне очень нравится спорт, как бы не собираюсь его бросать. Вот занимаюсь турниками, уже год занимаюсь, не собираюсь его бросать. Хорошо, что возле нашего техникума послали такие турники, качество хороших турников. Есть возможность по вечерам выходить, живу в общежитии, по вечерам выхожу, занимаюсь. Мне очень нравится. Одно из самых популярных мест для занятий воркаутом среди славянских любителей спорта – в Северном парке. Там оборудован целый комплекс с разными видами турников и брусьев. Такой подарок уличным акробатам сделала администрация Славянска-на-Кубани в сентябре 2013 года. Постоянный посетитель этой площадки – Игорь Ирхин. Два года назад он увлёкся воркаутом, а теперь не представляет свою жизнь без него. Я тут занимался, смотрю, пацаны начали заниматься воркаутом, крутить солнышки всякие. А я любопытный, бах, подошёл, узнал, что они там делают. Ну, так, короче, начал заниматься воркаутом. Потом постепенно познакомился с новыми ребятами, начал на соревнования ездить. Вот так вот я начал заниматься нормальным воркаутом. Смотрю, он начал продвигаться, это хорошо. Новые площадки у нас создаются, это тоже вообще замечательно. Администрация помогает нам в этом. На Кубани очень большое внимание уделяется развитию спорта. Паркур, велодриал, воркаут, дворовой спорт становятся всё более популярным. А это значит, что ещё больше молодёжи будут развиваться физически, вести здоровый образ жизни. Молодёжь во дворах занимается альтернативным, но всё же спортом, а не сидит на лавочке с сигаретой. Здоровый образ жизни в Славянском районе уверенно становится модным среди молодёжи. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».